Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Перспектива QR-кодов пугает или мотивирует, что происходит с вакцинацией в край и какие учреждения будут пускать лишь привитых? Плюс 10% в крае стали чаще лечить инсульты во время или после коронавируса. Ход конем. 12-летняя школьница из Барнаула стала чемпионкой России по шахматам. Начнем выпуск с актуальной медицинской проблемы. В Краевом Минздраве прокомментировали нехватку кислорода в ковидных госпиталях. Накануне в социальных сетях появилась информация. Кислородные маски доступны не всем нуждающимся в поддержке дыхания пациентам ВИСКО ЦРБ. Якобы проблема существует и на уровне всего региона. В Минздраве признали, что ситуация с кислородом напряженная, но заверили, что все под контролем. В ковидных госпиталях края сейчас ежедневно расходуют более 45 тонн кислорода. При том, что летом в медучреждениях региона при большем количестве пациентов потреблялось кислорода меньше почти на 10 тонн. В Минздраве связывают это с тем, что сейчас коронавирус протекает в более агрессивной форме, чем ранее. Больных ковидом, которым необходима кислородная поддержка, становится все больше. На сегодняшний день в красных зонах края оборудовано 3329 места с возможностью подключения к кислороду. Приобретено более 900 кислородоконцентраторов. Помимо собственных мощностей, в регион поставляют кислород из Омска, Кемеровска, Новосибирской и Томской областей ежедневно. Как нам сообщили в Минздраве, ведомство поставило задачу всем медорганизациям ежедневно отслеживать расход кислорода и вовремя формировать заявки. При этом сами врачи отмечают, сколько бы коек не было открыто, сколько бы кислорода не поставляли в больницы, система будет оставаться колоссально перегруженной, пока в регионе не будет достигнут необходимый уровень привитых людей. Кстати, в Краевом Минздраве отмечают высокий спрос на вакцинацию в последние дни. Очевидно, это связано с введением QR-кода в регионе. Так, на прошлой неделе прививки поставили более 25 тысяч человек, что на 7,5 тысяч больше, чем недели ранее. А вот кого-то мотивирует денежный вопрос. Привитым сотрудникам Бийского олеумного завода обещают заплатить по 30 тысяч рублей. Такое решение приняло руководство предприятия, чтобы поощрить коллективную вакцинацию. На данный момент привилось почти 40% работников завода. Фитнес-центры и другие спортивные объекты начнут принимать посетителей по QR-кодам не раньше 15 ноября. Об этом сегодня стало известно на встрече министра спорта Края с представителями индустрии. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. После совещания многие участники не раз говорили, как на войне у спорта индустрии два варианта. Продолжать работать по новым условиям с введением QR-кодов или закрываться полностью. Последнего, конечно, никто не хочет. Судьба свела нас максимально и с фитнес-сообществом, и с спортивным сообществом. Мы заинтересованы в том, чтобы выполнять все те необходимые меры, которые есть на сегодня, которые в дальнейшем будут. Конечно, есть огромное желание сохранить тренировочный процесс. Министр спорта подчеркнул, все детали нововведений пока не ясны до официального подписания указа губернаторам. А пока известно, уже в ближайшие дни на стадионах с трибунами, а это манеж темп, спорткомплекс «Победа», «Читов арена» и стадион «Динамо». Наполняемость зрителей не может превышать 500 человек. QR-коды вводятся с 15 ноября. Без них попасть на матч или в фитнес-зал будет невозможным. С сотрудниками вопрос уже проработан, буквально осталось 1-2 человека, я думаю, что после 6 дней 1-2 дня. По клиентам, это не вопрос ни одного дня, ни двух дней, будем правде в глаза смотреть. Это большая массовая работа, которая начнется, наверное, в первую очередь не с тех, кто будет тренироваться, а именно с тех наших работников. Как это объяснить, как донести и насколько часто это придется делать. Процедура посещения будет выглядеть следующим образом. На входе сотрудник фитнес-клуба сканирует QR-код и вход свободен. Нет электронного пропуска, попросят уйти. Для всех, у кого медотвод, ситуация однозначная, спортобъекты для них закрыты. К слову, этот вопрос вызвал самые бурные обсуждения, но вердикт вынесен. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Дети, получившие серьезные травмы на батуте полгода назад, продолжают находиться под наблюдением медиков. Так, девочку, которой особенно серьезные травмы, сегодня снова положили в стационар на очередное плановое лечение. И, по словам мамы ребенка, пока непонятно, когда врачи смогут дать конкретные прогнозы о здоровье. Все время возникают новые и новые последствия. Более того, до сих пор нет окончательного заключения судмедэкспертизы. И поэтому все время откладывается судебный процесс. Напомним, ЧП в Барнауле произошло 30 мая. Без видимых причин, внезапно, батут взлетел на высоту нескольких метров. В это время там находились дети. Там очень много было криков, много было стонов, много было плачу. Так что, здесь скорые были, три скорых было, и милиция, и две пожарки. Здесь очень много было народу, и было очень страшно. Ну, все держали, помогали друг другу. Там были ветры, жёгнутры. Толпа людей кинулась переворачивать батуты. Сделать это было нелегко. Родные в шоковом состоянии искали своих детей. Но если одни дети, что были внутри батута, приземлились на мягкую подушку, то двум девочкам, трёх и четырёх лет, не повезло особенно. С нескольких метров они упали прямо на землю. Первое время девочки находились в крайне тяжёлом состоянии. Их подключили к аппаратам ИВЛ. Через месяц детей из больницы выписали. Но о том, что они поправились, говорить не приходится и сегодня. Ещё в августе стало понятно, что у одной из девочек черепно-мозговая травма дала осложнение. Стало развиваться косоглазие. Ребёнку нельзя было вставать. Но если у этой пострадавшей есть хотя бы окончательный перечень повреждений, то у другой он до сих пор не ясен. Это мама второй девочки Марина. Встретиться с нами в этот раз она не смогла по состоянию здоровья. А сегодня они с малышкой вновь легли в больницу. Сейчас повторно ложимся в психоневрологию. Больших улучшений нет. Дочь говорит, слышит, кушает. Но ходить нельзя. Только лежит, сидит, ползает. Прошло пять месяцев. Через шесть месяцев нужно будет убирать пластину в бедре. Вновь нужна будет операция. Когда она сможет ходить, никто сказать не берётся. До сих пор не начался и суд по данному делу. Процесс начнётся после завершения всех необходимых экспертиз. А они длятся до сих пор. Обвиняемая, предпринимательница, по сообщению Марины, владелицу Батута освободили от домашнего ареста. На последнем заседании в отношении обвиняемой женщина обмолвилась, что пойдёт работать, чтобы выплатить компенсации семьям. Однако Марина, мама девочки, говорит, что ни о какой финансовой помощи речи не идёт. Что именно послужило причиной трагедии, какие технические недоработки при установке или эксплуатации, решит суд. Но надзорный орган Ростехнадзор, который должен отвечать за безопасность Батутов, остаётся в стороне трагедии. ЧП произошло в промежуток, когда требования к техническому состоянию аттракционов просто не вступили в силу. Детские аттракционы, в том числе и Батуты, действовали на территории Российской Федерации. Практически без какого-либо надзора. Юристы, которые представляют интересы пострадавших, продолжают готовиться к суду. А сами семьи надеются на чудо и скорейшую поправку своих девочек. Они не исключают, что вновь подадут иск на Ростехнадзор, чтобы привлечь к ответственности чиновников. Люди говорят, найти бы только силы, ведь непонятно, удастся ли в принципе когда-нибудь восстановить здоровье девочек от нелепого происшествия, за которое пока никто так и не ответил. Инсульта в крае стало больше на 10%, констатируют врачи. Все чаще они случаются в период или после заболеваемости коронавирусной инфекцией. Оказать полноценную помощь таким пациентам в ковидных госпиталях не всегда возможно, поэтому летальность там гораздо выше. А вот тем, кто с инсультом попадает в специализированные сосудистые отделения, оказывают всестороннюю помощь. Накануне дня борьбы с инсультом наши корреспонденты побывали в региональном сосудистом центре. Я говорить не смогла, у меня рот перекосил, перекошен был рот. Попала я сначала в тальменку, а потом из тальменки меня привезли сюда. Если у человека вдруг по какой-то причине произошла асимметрия лица, ослабела рука или нарушилась речь, то прежде чем ставить другие, менее опасные диагнозы, мы должны исключить инсульт. Для этого человеку в максимально ранние сроки необходимо вызвать скорую помощь, то есть и доставить его в специализированное отделение. Первичное сосудистые отделения, созданное в шести городах края, региональное, появилось в Барнауле в 2008-м. После госпитализации по скорой в дело вступает мультидисциплинарная бригада, состоящая из невролога, реабилитолога, при необходимости реаниматолога, логопеда. 69-летняя Зинаида Абрамова спустя две недели после госпитализации чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Но многим в центре приходится проводить и месяц, и дольше. Поэтому кроме приема лечебных препаратов, ежедневные реабилитационные упражнения. Этот комплекс совсем новый. Пациент, надевая специальную перчатку, будто играет в компьютерную игру. Праксис, то есть движение нормальное у пациента было утрачено частично в результате инсульта. За счет системы биологической обратной связи пациент эту функцию может восстановить при активном занятии. В данном случае пациент идеально, практически подходит для занятий. Он адекватен, контактен, критичен. Он выполняет все упражнения, выполняет их с энтузиазмом. И он сам заинтересован в своем восстановлении. Таких реабилитационных залов в отделении 5 практически никогда не пустуют. Для каждого человека подбирается своя индивидуальная программа. В центре паразлома конечностей, с левой стороны, это рука и нога. Мы разрабатываем именно пораженные количества. Есть такая шкала рэнкина. То есть это шкала рэнкина, это шкала реабилитационного исхода. То есть согласно этому мы говорим о том, что примерно по данным разных лет от 50 до 60 процентов у нас пациентов восстанавливается до сохранного самообслуживания. Это я считаю очень хорошо. Из минусов инсульты молодеют, в том числе из-за коронавируса. Врачей, особенно среднего медицинского персонала, в отделении не хватает. Причина та же – пандемия. Но в остальном здесь ничего не изменилось. Ежедневно идет борьба за жизнь и здоровье пациентов. Кстати, чтобы не оказаться на больничной койке с инсультом, по словам врачей, стоит следить за уровнем холестерина, сахара, давлением, вести здоровый образ жизни. А чтобы избежать повторного инсульта, следовать рекомендациям врачей и принимать все необходимые препараты. Татьяна Головева, Александр Антропов. День с толком. Капитальный ремонт в этом году затронул 387 многоквартирных домов Алтайского края. Общая стоимость работ оценивается в полтора миллиарда рублей. Об этом сегодня заявили на заседании в правительстве региона. Напомним, краевая программа по капитальному ремонту общего имущества действует в крае с 2014 года. Программа рассчитана на 30 лет. За этот период планируют провести ремонт более чем в 8 тысячах многоквартирных домов. Это 26 миллионов квадратных метров жилья, в которых проживает 935 тысяч жителей региона. На данный момент, по краевой программе, ремонт уже провели более чем в 2 тысячах домах. На это было потрачено почти 6 миллиардов рублей. А размер собранных взносов от жителей составляет более 7 миллиардов. Как сегодня отметил министр строительства, основной проблемой программы стал дефицит средств. Ежегодно собственники помещений оплачивают порядка 1 миллиарда рублей на капремонт, в то время как необходимый объем взносов – 2 миллиарда рублей. В ближайшие годы это аукнется несправными лифтами в домах. Если округлить цифры, то уже в начале 2025 года в регионе из 5 тысяч лифтов 2 тысячи уже не будут подлежать эксплуатации. Их капремонт или полная замена оценивается в 5 миллиардов. В прошлом году, вы знаете, он очень сложный был год, пандемийный, с большими последствиями. Я принимал волевое решение о том, что мы оставим размер этой платы на уровне прошлого года, 2020 года, вот на 2021 год. Но за такими популярными решениями, естественно, следуют определенные последствия, в конечном итоге, которые отражаются на состоянии жилого фонда. Поэтому здесь готовьте предложение, мы, Иван Васильевич, коллеги, готовьте предложение по установлению платы на следующий год, и надо бы заранее начать разговор с жителями о том, ну, как бы, к чему готовиться. В Барнаульском педуниверситете в самом разгаре строительство одного из первых в России технопарков для будущих педагогов. Студенты прямо на парах смогут опробовать шлемы виртуальной реальности, создавать роботов, чтобы после применять все эти новшества на уроках, которые будут вести сами. Анара Шагирова продолжит тему. Пока что это помещение мало чем напоминает технопарк. Ремонт в самом разгаре. Но уже к концу ноября аудитории станут располагать к учебе. Будущих педагогов ждет современный дизайн и оснащенность самыми современными компьютерами. Кроме того, появятся телескопы, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и качественные конструкторы. Причем такие, что можно будет и роботов создавать, и дроны в небо запускать. Так, например, молодые учителя на своих уроках смогут по-новому изучать природу. Это то же самое, что раньше мы на биологии, на ботанике, журналы, например, наблюдения за природой вели. Сейчас мы можем делать наблюдения над полями, например, как тает снег, как появляется зелень. Такие оборудованные учебные аудитории и называются технопарками учительских компетенций. К концу этого года по распоряжению Минпросвещения России их откроют в каждом педвузе страны. Всего их 33, 6 относятся к Сибири. На Алтае это педагогический университет в Бийске и Барнауле. Строительство технопарков в краевой столице обошлось федеральному бюджету в 155 миллионов рублей. Однако и планы у вуза тоже большие. Поэтому мы хотим своим технопаркам встроиться в систему дополнительного образования детей и предоставлять вот эти ресурсы, предоставлять это оборудование для школьников. В первую очередь, конечно, города Барнаула, поскольку для них это будет доступным в территориальном плане. В технопарке занятия начнутся уже с нового семестра. В университете говорят, новшество станет полезным не только для будущих учителей, для физиков или биологов, но и для гуманитариев. Военные действия, проходящие в виртуальной реальности, уж точно помогут им привлечь внимание школьников. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Таинственному борцу за чистоту в краевой столице поступают угрозы. Речь идет о горожане, который сам себя называет чистоменом. Парень в маске и очках вот уже несколько месяцев подряд убирает мусор в парках, рощах и окраинах Барнаула. Казалось бы, благородное дело, но нашлись те, кому оно пришлось не по нраву. Мы узнали о чистомене в начале лета. Тогда он обозначил несколько болевых точек на карте города, на которых планировал навести порядок. Территория ТЭЦ-3, потом парк юбилейный, тоже там несколько мест. Парк лесная сказка. Просто надоело смотреть, как город наш утопает в грязи, в мусоре. Это действительно так. Этот материал, как полагает чистомен, вывел его из тени. Но на загадочного зеленого волонтера в маске обратили внимание разные горожане. Одни одобрили его деятельность, другие оказались недовольны. На своей страничке в социальной сети чистомен написал, что к нему стали подходить некие люди, которые провоцировали конфликт и звонили с предостережениями. Много раз звонили, скорее всего, люди, сегодня связанные с правоохранительными органами. Они заставляли меня прекратить вести ту деятельность, которую я провожу. Молота наносит серьезный удар по имиджу некоторых людей. Короче, судя по всему, наши доблестные полицейские меня раскрыли, и они будут мне мстить. Накануне чистомены вручили уведомление о возбуждении против него уголовного дела. Люди представились сотрудниками следкома. Как сообщает активист, его обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, возбуждении ненависти и клевете. Как это соотносится с тем, что парень делает гурачище, не особо понятно. Сам он не исключает, что уведомление поддельное. Между тем, активист пытался подать заявление в полицию из-за угроз. В ведомстве, правда, документ не приняли. А вот давление и угрозы, говорит человек в маске, ему продолжают поступать. 12-летняя школьница из Барнаула стала чемпионкой страны по шахматам. Она была одной из самых юных участников общероссийского первенства. Но ни возраст, ни поражение порнодвигательного аппарата не помешали ей показать лучший результат среди нескольких десятков спортсменов. Подробности далее. Ход конем, ферзь ловит ферзя и спешки в ладью. Все эти шахматные термины и положения Таня освоила еще в пять лет. А уже во втором классе пришла в настоящий спорт. Занималась упорно и скрупулезно, просчитывала каждый ход. Такие усердия оправдались громкой победой. Первое место в личном зачете на уровне страны. Девять партий, а последняя длилась четыре часа. Соперники были все достаточно сильные. Я изначально особо не настраивалась на места, просто играла так, как знаю, так, как умею. Конечно, были партии, в которых не все получалось, но где-то просто сыграла удача. И в последнем туре все решилось. По дополнительным показателям я все-таки вышла на первое место. Успешный старт и первые соревнования еще на уровне города и края прошли под руководством первого тренера Анатолия Сухорукова, который и привил любовь к шахматам. Нынешний наставник уже совершенствует навыки спортсменки. Тренировки занимают много времени, минимум два часа в день. В среднем шесть, говорит тренер. В нашем мире из-за учебы, из-за каких-то других дел шахматистам нашим меньше времени достается. Естественно, чем меньше времени, тем медленнее движется поставленная цель. То есть, кроме таланта, всегда нужно очень много работы, много решать задач, много партий разбирать и так далее. Шахматы настолько увлекли Таню, что они кажутся куда интереснее, чем просмотр тиктока, инстаграма или ютуба. К слову, за шахматную доску спортсменку впервые усадил папа. Черно-белые фигуры стали семейным увлечением. В первостепенной роли здесь играет выбор родителей. Правильно, в нужное русло направить ребенка, чтобы как можно меньше свободного времени у него оставалось, вот на все данное, скажем так, безобразие. Чтобы они отвлекались не на компьютерные игры, а вот на подобный вид деятельности. Шахматы сейчас приобрели популярность среди молодежи. Интерес к интеллектуальному виду во многом спорта пробудил популярный сериал, который сейчас транслируют на онлайн-платформе. По данным создателей сериала и по словам президента Федерации «Шахмат в крае», растет не только спрос на шахматный инвентарь, но и число желающих записаться в клуб. На счету краевого шахматного клуба не один чемпион. Мы открыли вот этот краевой шахматный клуб. Мы открыли гроссмейстерскую школу в Алтайском крае. У нас никогда до этого не было гроссмейстеров. И преподаватели в этой школе, они приезжают из других регионов. Сибирского федерального округа, из Москвы мы приглашаем. И понятно, что такие преподаватели, они воспитывают и дух победителя, ну и безусловно дают знания, те знания, которыми не обладают наши игроки. И наличие таких преподавателей, сбор талантливых детей в одном месте, они как бы еще и дети, собираясь в одном месте талантливыми, они друг друга стимулируют к развитию. Научно доказано, что шахматы развивают не только боевой дух, но и когнитивные и коммуникативные навыки. У Татьяны с этим все на отлично, признается девушка. Но главное для нее сейчас – покорить будущие шахматные олимпы. Ближайшие состязания пройдут уже в ноябре. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok